Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги Ветхозаветной, книги «Премудрости» Иисуса Сына Сирахова, 18 глава. «Все вообще создал живущий вовеки, Господь один праведен, никому не предоставил Он изъяснять дела Его». Как и в некоторых других главах мы видели, что для усвоения премудрости, которой хочет поделиться автор, прежде всего необходимо смириться человеку, не надмиваться, будучи землей и пеплом, вспомнить краткость дней своих и о том, что в Боге едином вся истина и свет и полнота, но не в сотворенном, которому принадлежим и мы с вами. Потому и содержание книги Священного Писания и Ветхого и Нового Завета это не предмет для критического исследования. «Премудро» указывал святитель Феофан Затворник, что не толкование, но благовейное размышление надлежит писать о Божественном Евангелии, где каждый шаг и каждое слово Господа есть торжественное свидетельство Его Божества. Так еще и в ветхозаветных книгах, где является тень грядущих благ, где восходящее солнце правды, Христос Спаситель отражается некой зарей, уже дающей очертания предметов, но еще не являющей их во всей полноте освященности. Тем не менее, и в этой книге, к ней, к ее словам является истина и надлежит усваивать ее с доверием, благовейно вслушиваясь в слова, открытые Богом для людей. И кто может исследовать великие дела Его? Кто может измерить силу величия Его? И кто может также изречь милости Его? Не только велик, но и милостив. На земле нечасто встретишь такое совпадение. Кто велик, бывает ожесточен, кто велик, бывает отчужден от скорбей и нужд малых века сего. А Господь, насколько велик, настолько и милостив. Невозможно ни умалить, ни увеличить. И невозможно исследовать дивных дел Господа. Почему нельзя умалить? Потому что Господь пребывает всегда себе верен. И никакого умаления Его совершенных достоинств быть не может. А приумножить их также невозможно, ибо Он уже есть совершенство. Невозможно исследовать дивных дел Господа. Остается постигать их верой. Ибо когда мы приступаем к познанию Творца, мы не что-либо существующее тварное исследуем, чем занимается наука и в большинстве своем искусство, но приступаем к тому, кто является причиной нашего бытия, а не его участником. И потому надлежит познавать его не только лишь какими разумными усилиями нашего ограниченного человеческого ума, но по преимуществу верой сердца, упованием, которые есть уже признак духовной жизни в человеке. Когда человек окончил бы, тогда он только начинает, и когда перестанет, придет в изумление. Имеется в виду, что для человека может показаться, что уже сказано что-то самое главное, уже узнано что-либо существенное, а на самом деле человек еще только находится при самом начале познания, и невозможно всерьез приблизиться к той бездне премудрости, которую представляет из себя Господь. И когда перестанет, придет в изумление. Вот правильное состояние пред Богом, предстояние. Не безумие, а изумление. Изумление, сверхъестественные дары Господни побуждают человека в естественном уме своем по преимуществу созерцать славу Божию и непостижимость пути Его в благоговенном, благоговейной благодарности и тихости в изумлении перед тайнами Господними, в смирении перед ними, а не в мнимой своей праведности и не в мнимой своей рассудительности, которая противоречит несравненно превосходящей премудрости Божьей. Что есть человек, и что польза его, что благо его, и что зло его? Число дней человека много, если сто лет. Как капля воды из моря или крупинка песка, так малы лето его в дне вечности. Посему Господь, долго терпелив к людям, изливает на них милость свою. Вновь автор подчеркивает величие Господня, которое не ограничивает Его милость, а, напротив, приумножает. Кто мы по сравнению с нашим Создателем? Потому, зная беспомощность нашу, без Его благости и минуты прожить, Господь приумножает милости Своя с нами. Важно об этом помнить, никогда не отчаиваться. Самая возможность дыхания несколько раз или дыханием почерпнуть необходимый для жизни воздух есть напоминание о том, что Господь промышляет о нас и печется о нас. И только при окончании земной жизни может закончиться упование наше, тогда, когда вещи все познаем мы так, как сами познаны, а не так сквозь тусклое стекло, как сейчас они видны. Потому и необходима более всего вера, надежда и любовь, как говорит апостол Павел. Ибо не может человек увидеть все вещи в том подлинном свете, в той ясности, в которой сотворил их Господь и которыми окружил человека. Он видит и знает, что конец их очень бедственен и потому умножает милости Свои. Милость человека к ближнему Его, а милость Господа на всякую плоть. Кто умеет замечать благорастворение воздухов и изобилие плодов земных и времена мирные, и благодарить за это Бога, тот являет ответную милость к ближнему Своему. Таким образом, благодаря Богу за Его благодеяние. Он обличает и вразумляет, и поучает, и обращает, как пастырь стадо Своё. Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к закону Его. И так действия Божия — это не только любезности, не только дары, но и обличение, и вразумление, и поучение, и обращение. И всё это Господь щедро изливает на нас, надлежит принять верой всеми силами души Своей, что и скорбные обстоятельства в нашей жизни, действия того же самого любящего Отца. Как некогда Иов многострадально воскликнул, доброе принимали мы от руки Господней, кажущееся ли злым, не примем от Него. Господь дал, Господь взял, как Господу изволилось, так и быть. Буде имя Господне благословенно отныне и до века. Сын мой, при благотворениях не делай упрёков, беря пример от Господа, и при всяком даре не оскорбляй словами. Можно испортить дело своего милосердия, той скупостью, которая будет прорываться в словах упрёка бедному, нищему, тому, кому ты помогаешь, тому, кого терпишь, кому нисходишь, снисходишь во внешних действиях твоих. Будь по сердцу добр, будь истинно милостив, молись о тех, о кому ты являешь своё милосердие. Роса не охлаждает ли зное? Так слово лучше даяния. Недооценены бывают раздаятели благих глаголов, но их благодеяния бесконечны к роду человеческому, о котором сказал некогда пророк, «пошлю на них иной голод, не глад хлебный, но глад Слова Божьего, и от этого голода будут умирать души, и это будет мучительно для человечества и для каждого человека в отдельности, потому великий благодетель, подающий словесную милостыню, сообщающий слова о премудрости и истины тем, кто в них нуждается. А у человека доброжелательного и то, и другое, кроме своих милостей, не забудь и добрым словом поддержать нуждающегося. Глупый немилосердно укоряет, о подаянии неблагорасположенного иссушает глаза». И далее, уже встав на позицию благопринимателя, автор говорит о той скорби, которая совмещается с подаянием милостыни, немилостивным расположением человека. «Иссушает глаза, прежде нежели начнешь говорить, обдумывай, и прежде болезни заботя о себе». И так же им требует великой осторожности. Как мы взвешиваем, призваны взвешивать всякое слово, мыслям, говорят, должно быть тесно, то есть их должно быть много в голове, а словам в устах наших свободно, слов должно быть немного, и прежде болезни заботься о себе. Профилактика позволяет избежать многих печальных развитий, болезней, которые угрожают человеку. Так и осторожность, осмотрительность на путях жизни во многом поможет избежать тех печалей, скорбей, которые неизбежно ждут дерзкого. «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость». Каждый из нас подсуден, и обстоятельства жизни могут повернуться таким образом, что иные станут рассматривать твою жизнь, не имея ни милосердия, ни снисходительности, потому надлежит человеку, помня об этом, а особенно поминая и о нелицеприятном суде Божьем самому судить себя строго и исправлять то, что замечают в себе неисправные. Тогда во время посещения найдешь милость. Скорбные времена и исход из временной жизни неизбежен. Но тогда среди этих треволнений и скорбей, среди самого страха смертного найдешь ты милость Господню. Прежде нежели почувствуешь слабость, смиряйся. Тогда, когда чувствуешь себя сильным, это время не для забвения о духовной жизни или о пользе, который может принести тебе исполнение закона Божьего, но время трезвения, не забывайся, не обольщайся временными, мирными временами, своим богатством, красотой, молодостью, здоровьем. Прежде чем ты почувствуешь слабость, а ведь ты слаб по самой своей сотворенной природе, смиряйся и во время грехов покажи обращение. Что это за время грехов? Это то время, когда мы еще не стали совершенными, это время юности, это время инерции страстей, даже тогда, когда действия страстей в тебе, даже тогда, когда ты уже встал на путь покаяния. Это обращение как раз состоит в памяти о необходимости Божьей милости, памяти о необходимости самоукорения, памяти о неизбежности исхода из временной жизни. Покажи это сердечное обращение не тогда, когда будет тебе уже вполне плохо, но тогда, когда ты думаешь, что все у тебя вполне хорошо. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно и не откладывай оправдания до смерти. Для нас обет это принятие святого крещения, это вступление в союз с Богом, в завет с Ним, согласно которому мы, являясь крещаемыми водой и духом во имя Пресвятой Троицы, наследуем эти обетования, которые Господь положил для рода человеческого ради любви своей к Нему, ради того служения, которое совершил для нас Господь наш Иисус Христос. Но исполнять этот обет надо благовременно, то есть не откладывать на старость, не откладывать на последние дни своей жизни, ибо внезапно, бывает, приходит конец, и Бог долго, терпящий, больно бьет и полагает предел времени человеческому тогда, когда оно нерадиво используется. Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя и не будь как человек, искушающий Господа. Интересно, что молитва, само дело благородное и высокое пред Богом, может стать причиной искушения Господа, то есть возбуждения против себя того, к кому мы встали на молитву. Приготовь себя. В чем же состоит приготовление себя к молитве? Припоминай о гневе в день смерти и о времени отмщения, когда Господь отвратит лицо свое. Будь как осужденник пред Богом, а не как его любимчик, сознающий себя его возлюбленным и близким, оправдывающий себя и величающийся собою фарисей, который, сравнивая себя с мытарем, находил свое преимущество во всем, вышел осужденным из храма, тогда как кающийся мытарь был полностью Богом оправдан. «Припоминай о гневе в день смерти и о времени отмщения, когда Господь отвратит лице свое. Во время сытости вспоминай о времени голода и во дни богатства, о бедности и нужде». Вот эти образы, которые лежат каждому напечатлеть на своей благополучной жизни, поскольку причиной этого благополучия человек готов усматривать в своей мудрости, в своем богатстве, в своем здоровье, но это грубая ошибка. Только от Господа дары человеческие всяк дар совершенно свыше есть, сходя от тебя, отца правды, отца всяких благ небесных и земных. Поэтому надлежит помнить во время сытости, о голоде, во дни богатства, о бедности и нужде, от утра до вечера изменяется время и все скоротечно пред господством. Все может измениться и в твоей жизни за течение одного дня, одного часа. И это неустойчиво человеческой жизни. Есть лучшее средство напоминания о том, как надлежит всем сердцем быть привязанным к Господу и насколько надлежит быть свободным от всех стихий века сего и от всего временного, что уже готово оставить всякого человека. «Человек мудрый во всем будет осторожен и во дни грехов удержится от беспечности». По слову святителя Феофана, жить надо с опаской и право есть, что опасаться. Должна быть некоторая все время осмотрительность и не только каких-то внешних врагов и во времена их особой лютости или настроенности против тебя надлежит проявлять бдительность, но всегда помнить о проходящем времени, скоро проходящем и являться осторожным во всем. Всякий разумный познает премудрость и нашедшему ее воздаст хвалу. Рассудительные в словах и сами умудряются и источают основательные притчи. В последних двух стихах нами зачитанных похвала тому, кто делится притчами с ближними, тому, кто и для себя умеет приобрести богатство мудрости и ее в виде притчей пожаловать ближним своим. А для того, чтобы сохранить эту мудрость, есть твердый закон «Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих», как часто на праздничных застольях можно услышать пожелание исполнения всех желаний именинника, и это не совпадает с теми рекомендациями, которые дает нам Богом просвещенный учитель. Воздерживайся от пожеланий своих, не дай Бог, чтобы они исполнились по твоей прихоти и похоти. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехою для врагов твоих. Хорошо ли услышать такое продолжение тоста? Пусть все желания ваши сбываются и станете вы потехой для врагов ваших. Таким образом, будем более всего стремиться поставить бдительного стража у врат сердца своего, чтобы различать и помыслы, и желания, и отказывать тем, которые тяготеют к тому, чтобы разорить человека от его благовейного предбогом хождения. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделения, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Не ищи увеселения в большой роскоши и не привязывайся к пиршествам. Не сделайся нищим, пиршествуя на занятые деньги, когда ничего нет у тебя в кошельке. Жизнь в долг, жизнь в кредит, стремление ухватить удовольствие жизни сейчас и сию минуту, не потрудившись ради них, отличает настрой современников, но премудро уберегает от такого расположения. Прими с благодарностью то, что имеешь сейчас, не стремись роскошествовать тогда, когда столь неустойчиво положение твое, когда перехватив полуслучайно или вовсе случайно какое материальное состояние ты думаешь, что оно будет непоколебимо, ты поработишься роскоши, поработишься пиршеством, привязавшись к ним, и потом ничем не сможешь удовлетворить душу твою, все будет казаться ей недостаточным, она ненасытная будет требовать от тебя больших и больших земных благ, ты вовсе забудешь о правде Божией, о служении Ему, что и происходит со многими людьми, ныне совершенно увлеченными круговоротом жизни, своей земной стяжанием земных благ, с полным забвением о следовании Слову Божьему, от чего и приходит человеку со временем великая нищета, и не только в материальном, но по преимуществу в духовном, о следствии этой нищеты дно адова. Продолжение следует...